Ежа, я знаю, как вы любите ролики интеллектуальных украинцев. Вот ролики от вашего друга Евгения. Ну, и так, если ты про Вольнова, то, во-первых, он не интеллектуальный, во-вторых, он мне не друг, и, в-третьих, он нашему, значит, каджиту проспорил 200 долларов, пускай деньги вернёт. Значит, видео называется «Вольнов смотрит Зеленского». Всем привет, с вами Евгений Вольнов. В Украине скоро выборы, буквально несколько дней до этого осталось, и я не могу, просто не могу не высказать свой опыт. Почему у всех украинцев такой вот неславянский фенотип, деликатно скажем? То есть Ольгер Тимёнов, Евгений Вольнов, они похожи больше на каких-то азербайджанцев. Возмущение, которое я испытал, послушав одно из интервью Зеленского. Для начала хочется напомнить всем, что я сошлюсь на Конституцию, да? Значит, 17-я статья Конституции Украины. Защита, суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение её экономической, информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, а далее, очень внимательно, делом всего украинского народа. А теперь... Так, пишут, что видео слишком тихо. Ну, на самом деле, тут всё на максимуме, просто хохол не может нормальный звук сделать у себя на стримах видео. Увы, это не наша вина. Давайте с вами послушаем представителей этого украинского народа, ну, как он себя, так сказать, спозиционирует, да? Представителей украинского народа и что... Пишут, я же расист. Да, именно так, с двумя буквами «с», как бы, рядышком. Он говорит по поводу вот этих вот делок всего украинского народа. Мне кажется, номер один, что должно быть, это серьёзная информационная война. Люди, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях, Донецкая и Луганская, ДНР, ЛНР, они потеряли эту связь с нами. Они потеряли ощущение, что они тоже украинцы. Я считаю, что нужен российско-умовный, белый канал. Окей, и он начинает рассказывать о том, что для того, чтобы вести информационную войну, нужен российско-умовный канал. Хорошо, значит, чем занимался Зеленский на протяжении всех этих пяти лет? Ну, он же народ украинский, у него же есть долг заниматься защитой. Давайте посмотрим, чем же занимался Зеленский. Ну-ка, ну-ка. Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество. Вот, замечательно, это российско-умовный канал Зеленского, где он, что он делает, он рассказывает о том, кто что. Итак, что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Извините, вкладывать. Вы все это видели, все знаете, что будет дальше. То есть, получается, Зеленский, чувак, который говорит, дайте... Я не видел, я не знаю. Покажите, пожалуйста. Мне полномочия, я хочу быть президентом. Я такой классный, я такой замечательный. За все время войны не сделал ничего, ни капельки в вопросе информационной войны против России, а делал, и немало, в информационной войне против Украины. Я только что включал ссылочки, если вы рассмотрите деятельность этого урода, то вы, в принципе, в этом убедитесь. И, кстати, еще один... Я думал, Вальнов будет хвалить Зеленского, он его засирает. Слушайте, а какой же тогда из кандидатов нравится Вальнову? Интересный вопрос. Спросите у жителей Кривого Рога, а сделали из зелья что-то для родного города? Ну, просто логично было... Спросите у Декстерелла, да. Декстерелла земляк Зеленского и хочет голосовать за своего земляка. Декстерелла, напиши нам в чате, сделали Зеленский что-нибудь хорошо для твоего... Блядь, вообще, кому пришло в голову назвать город Кривой Рог? Ничего хуже придумать просто невозможно. Кривой Рог, блядь. Я там понимаю, это какой-нибудь Новгород, да, там, или, я не знаю, Санкт-Петербург. Кривой Рог. Серьезно. Чтобы предположить, если чувак хочет стать президентом, то, наверное, он чувствует свою ответственность перед остальными, да, я имею в виду, перед другими гражданами, хотя бы своего города. То есть, логично было бы предположить, что... Пишет, Вальнову нравится Арестов. Видимо, он недостаточно много знает про Витюню. Витюня, кстати, одно время хотел быть пранкером, как Вальнов, но у него что-то не очень пошло это дело. Зеленский, так хорошо финансово поднявшись, сделал бы что-то для своего города. Какое-то общественное пространство, детскую площадку, я не знаю, еще какую-нибудь фигню, какую-нибудь штуку, которую можно было сказать, да, вот, Зелия из Кривого Рога... Да, Декстерелы, напиши нам что-нибудь про Кривой Рог, там, про Зеленского хорошее. Зелия в своем городе, молодец, сделал что-то. Да спросите у жителей Кривого Рога и посмотрите, что они вам ответят. Спойлер, ничего, ничего Зелия не сделал. Поэтому как можно говорить о чем-то, когда этот человек даже для одного... Наверное, украинские националисты тоже не будут поддерживать Зеленского, потому что он еврей. Города ничего не сделал. Что уж тут говорить о стране, алло? Как можно даже в теории давать кредит доверия вот такому мудаку, я не знаю. Я очень удивлен тому, что вообще, я не знаю, мы рисуем рейтинги. Ладно, хорошо. Кривой Рог-Пиар. Фиг с ним, фиг с вот этим вот. Напоминаем вам, кто занимается, кто двигает этого чувака. То есть, если даже предположить, что он... Мирка пишет, пранк зашел слишком далеко. Да, и превратился в перверсивное гей-порно. Самого движения, ну он же там себе шоу сделал, да, он же там ни от кого не зависит. Да, хорошо, хорошо. Давайте посмотрим секундочку, цитирую Хриндяблика. Этому по-другому и не скажешь. За предвыборной компанией Зеленского стоят махровые... Ну, сейчас Витюня ходит на пляже Таиланда со своим новым другом. Я надеюсь, он не просит его делать то же самое, что он просил делать Равина Зильбермана. Регионалы. Что это? Реванш или что-то еще? Тегибко, Разумков, партия регионов, группа Приват, Коломойский. И вот уже перед вами Зеленский. Новое лицо украинской политики. Новое лицо? Так, ну тут гадости про Вальнову в чате пишут. Слушайте, ребята, ну Вальнову надо как-то рационализировать свою деятельность, потому что это человек, которому за 30 он, в общем-то, пранками занимается, телефонными розыгрышами. И поэтому в последнее время он стал очень политизирован. Почему? Потому что он свою деятельность рационализирует тем, что он патриот, он борется за интересы Украины. Вот, то есть, ну, что он не просто там какой-то телефонный хулиган, да, он вот, значит, патриот, борется за национальные интересы, все такое. Ну, то есть, ну, потому что человеку, понятно, у него возраст примерно как для кризиса среднего возраста, да, который психологи выделяют. И это возраст, когда человек подходит к зеркалу и задается вопросом, как бы, что я успел сделать за 30 лет своей жизни, чем я занимаюсь, как бы, зачем я живу. И, ну, если он как-то не сможет это рационализировать через то, что он, значит, борется за интересы своей страны, он патриот, и он, там, я не знаю, борется против проклятой и проклятой России демонической, имперской, то совсем все уныло, как бы, да, потому что в противном случае тебе просто придется признать, что ты тупо занимаешься телефонными розыгрышами. И все, как бы, это все, что ты сделал в своей жизни. Поэтому, в общем-то, на самом деле можно понять то остервенение, с которым Вольнов бросился на вот все вот эти политические вещи. Слово или лицо, самостоятельная ли он фигура, если его пиарит, его политтехнолог, человек, который был политтехнологом Януковича. Если охрана, которая охраняет его, это Коломойский, если канал, на котором он в Новый год делает якобы обращение президента, это канал Коломойского. Ребята, какие тут вообще могут быть сомнения? О чем, говорит, этот человек врет нагло в лицо? Он говорит, что давайте заниматься информационной войной, давайте заниматься информационной войной. Например, за двума зайцами замечательный фильм, доказывающий, что россияне-то террористы готовы убивать мирное население в Крыму за, значит, жалкие, там, 150 тысяч рублей. Вот информационная война. Мне что, я что, я канал, скажи мне? Или у Зеленского меньше возможностей, чем у меня? Или у Зеленского нету трафика, нету таких возможностей финансовых? Снял бы фильм про это, так хуюшки. Он снимает сватов и остальное дерьмо, которое будет идти в прокате в России. О каком кредите доверия этому существу можно вообще говорить? Ну, да, так он снимает фильмы, как бы рассчитывая, что они отобьются, то есть это как бы проект, в который он инвестирует деньги, чтобы потом заработать еще больше. Говорить, я считаю, что все эти рейтинги накручены, хорошо, ладно. Не, ну хорошо, ладно, да, допустим, Зеленский плохой, я сам, в общем-то, симпатии к нему не испытываю. Мне интересно, а за кого Вольнов топит вообще на этих выборах, да, то есть кого он призывает поддерживать? Что это, значит, мы находимся в очень сложной ситуации. Российская Федерация поставила своей целью наше уничтожение. Здесь речь не идет о том, что, ну, там чуть-чуть постреляли, все, нет, тысячи убитых, и этому конца нет пока. И пока вопрос России до конца не будет решен, ситуация не разрешится. Каким образом? Только при помощи военных альянсов. Военной мощи Украины не хватит, чтобы в одиночку задавить Россию. Очевидно, очевидно. Что говорит замечательный кандидат по поводу... Не, ну, если бы Россия действительно обрушила всю свою военную мощь на Украину и хотела ее задавить, это бы, наверное, давно уже произошло. По-моему, это достаточно очевидно. Вступление в НАТО. Ну-ка. Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным. Пусть нам скажут, где нас ждут. Понятно, да? То есть этот человек придерживается полностью пророссийской позиции. Россияне давным-давно пытаются под разным видом протихнуть, что давайте введем миротворцев, но не на границу России и Украины. Не-не-не-не-не, а на линию разделения. То есть на линию оккупированных территорий. Нифига, такого не будет. Эту же фигню предлагал Тимошенко, эту же фигню предлагал Зеленский в недавнем интервью. Он говорил, давайте введем на линию разграничения, где нужно вводить миротворцев на границу между Россией и Украиной. Только так, а не как иначе. И автоматически на всю странную территорию. Следовательно, кто этот человек? Что он говорит? Что он несет? То есть Вольнов таким образом хочет сказать, что Зеленский не самый плохой кандидат. Что он тоже за Россию, и поэтому за него можно голосовать. Окей. Зеленский не умеет разговаривать вообще. Значит, президент занимается внешней политикой. Внешняя политика, он обязан грамотно общаться на английском языке, чтобы представлять нашу страну за границей. Порошенко с этим справляется. Справится с этим Зеленский, Зеленский не может спокойно закончить предложение в интервью. Там, где ему заготовлены тексты, никто не вставляет. Поэтому вообще, это ужасно даже представить, что после всего, что произошло, после этих пяти лет, кто-то пойдет и отдаст свой голос за вот это вот. Послушайте звонок, который я выложил на канале Евгений Вольнов. Это вот конкретная аудитория Зеленского, только такие, в принципе, теоретически могли бы за него отдать голос. Ну, а если вдруг это произойдет, то я считаю, что есть другие места на этой планете. Вообще, можно, то есть, если это произойдет, да, то, естественно, Зеленский захочет слить и евро, и НАТО путь, и, значит, начнут дружить с Россией, и все остальное. Поэтому, в принципе, судьба, значит, Украины как европейского государства будет предрешена. Но есть другие варианты. Например, вы можете совершенно спокойно, значит, при помощи компании Ruromania приобрести себе... То есть... А, ну все, началась рекламная интеграция. Замечательно. То есть Украина, она семимильными шагами, значит, двигалась в направлении европейского выбора, да, того, чтобы стать европейским государством. Но проклятый Семит Зеленский... Как будет выглядеть сверхчеловеческий румынский паспорт, и таким образом стать членом государства Европейский Союз... Охуенно. Румынский паспорт. Не, ну вообще, вообще, да, если это дешевле, чем платить раввину по делам Гиура, чтобы тебе дали израильский паспорт, то... Блин, ну да, кстати, вообще это имеет смысл, на самом деле. Я зря смеюсь. То есть, может быть, даже мне имеет смысл, надо этим задуматься. Потому что каждый раз, когда летишь в Европу, надо этот сраной шенген там оформлять и проще. А тут, как бы, если у тебя будет румынский паспорт... Хм... Хотя, скорее всего, та контора, которую рекламирует вольнов, это какой-нибудь развод ГОЭФ на доллары. Но вообще, по идее, по идее, да, румынский паспорт, это неплохо. Союз, стать, значит, гражданином ЕС и спокойно работать, жить на любой территории, в любом государстве ЕС. Ссылочки есть в описании. Надо у Леши спросить, есть ли у него, значит, гражданство Румынии. Ходите, смотрите, недорого. Вольнов даже похож на румына чем-то, удаленно. Такого толстого румына, который во время режима Чаушеску жил где-то далеко от Румынии. Да, всё замечательно, и таким образом можно будет спокойно чувствовать себя гражданином европейской страны, а не страны, в которой после пяти лет войны кто-то пойдёт и отдаст свой голос за чувака, который прямо и без какого-то вообще зрения совести говорит, что мы сейчас пойдём договариваться напрямую с Путиным. Неужели непонятно, что прямые переговоры с Путиным – это автоматический крест на всех санкциях? То есть всё, что до этого было сделано на протяжении этих пяти лет, вся эта антипутинская коалиция, которая была построена в том числе и президентом украинским, всё это будет просто смыт в унитаз, потому что тогда это будет значить, что, типа, «Запад, до свидания, ваша помощь нам не нужна, мы сами договоримся с агрессором». Этого невозможно допустить, этого не должно случиться, поэтому, ребята, 31-го числа обязательно, вы все должны были давным-давно зарегистрироваться, обязательно. Да, то есть сегодня. И нужно отдавать свои голоса за тех, кто «Ой, он мне нравится, он не проходит, сейчас речь не идёт о том, что тебе нравится, сейчас речь идёт о том, что у нас репрезидент, который сохраняет вектор проевропейский, натовский и антироссийский». А-а-а, то есть он Запорошенко, блядь. Либо мы попадаем в ситуацию, когда президент говорит Путину, «Ну ладно, по Крыму вопросов нету, там же люди сами выбрали, ну и по Донецку, по Луганску вопросов нет, давайте федерализацию, давайте опять финансовую зависимость от России, и этот пиздец опять продолжится». Поэтому ни в коем случае не отдавайте свои голоса за каких-нибудь ребят, которые 100% не проходят. Всем известно, кого нужно поддерживать, кто единственный из всех, кто сейчас в четвёрке лидеров, да, будем говорить четвёрка, из всей этой четвёрки лидеров только один действующий президент гарантирует сохранение. Блядь, то есть весь этот спич, короче, да, на 10 минут только для того, чтобы призвать всех голосовать за Порошенко, из-за которого Украина оказалась в этой заднице, из-за которого курс гривны радикально упал, президент, у которого бизнес в России, эти шоколадные фабрики. А-а-а, господи, вольно, что ты делаешь? Хотя, может быть, ему заплатили за это, и типа, тогда да, тогда это имеет смысл. В принципе, если бы мне заплатили на российских выборах, я бы, там, за Сурайкин агитировал бы, там, я не знаю, с красным флагом ходил бы просто. То есть, весь ролик про то, что Зеленский на самом деле хуёвый, он сводится в конечном итоге к тому, что надо голосовать за Порошенко. Замечательно просто. Ну да, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, с другой стороны. Антироссийского, проевропейского и пронаторского вектора. Это сейчас самое... Да, он настолько, он настолько антироссийский, что у него, как бы, бизнес в России, который ему приносит основные деньги, как бы, конфеты продаёт охуенно. Он обещал, кстати, перед выборами, когда его ещё первый раз избирали президентом, что он все свои активы выведет из России и закроет все свои фабрики, как бы, но он ничего этого не сделал. Да, замечательно. Вот, как бы, вот действительно независимый кандидат, который при Януковиче был министром финансов, у которого бизнес в России. Да, прекрасно. Поддержим действующего президента, который подарил хохлам Томаса Джерис. Важное. А со всеми остальными вопросами мы разберёмся уже и как члены ЕС, и как члены НАТО, или как... Какие члены ЕС, какие члены НАТО, что ты несёшь? ...то готовятся стать членами этих альянсов. Поэтому это сейчас действительно важно, и это нельзя пропустить. Всё, всем спасибо, всем пока. В твоём окружении всё ещё есть люди, считающие, что зелье — это вариант? Тогда обязательно покажи им это видео. И 31 марта не надо искать отмазки, просто выполни свой гражданский долг, а за кого голосовать ты и сам прекрасно знаешь. Охуенно. Это мне напоминает в России избирательную кампанию за Ельцина. Да. Ну, я не знаю, как бы. Вся надежда у Порошенко только на Вольнова. Главный агитационный ресурс. Да, ну я надеюсь, что победит Юля в любом случае. Егор Погром запустил себя. Конечно. Спасибо. Спасибо, фейковый Накита Кадзе. Так, да, смешно. Ну, у нас сегодня, кстати, да, предвыборный, можно сказать, стрим. Агитационный. Агитационный, точнее. У нас стрим в поддержку Юлии Тимошенко. Спасибо. Спасибо.